Для школы села Собакаева здесь, на главной площади Ульяновска, стоит новый автобус. Среди прочих таких же ничем не выделяется, но для директора именно он – будущая надежная опора при организации перевозки детей до учебного учреждения. Потребность высока. Из 239 учащихся в ее школе, 80 нужен школьный маршрут. Второй автобус полностью закроет эту тему, а еще он – связующее звено между школой и множеством интересных и полезных событий. У нас открывается новый маршрут по селу Собакаева. И, кроме того, благодаря вот этому дополнительному автобусу у нас появится еще один шанс для того, чтобы ребята ездили на соревнования, на какие-то мероприятия, на более дальние расстояния. В городе Митровград, в Ульяновск или даже за пределы региона. На этот раз в Меликеский район уходят сразу три автобуса. Кроме Собакаева, в поселок Дивный и село Старое Сахчан. В обоих последних случаях на замену отработавшим свой ресурс. Сегодня это норма для региона. Работает четкая установка – путь до школы должен быть комфортным и безопасным, каким бы длинным он ни был. За последние шесть лет уже 300 новых школьных автобусов получили в нашем образовательном учреждении. И дальше эту программу мы обязательно будем продолжать. Вопрос постоянно на контроле профильного министерства. Ежегодно данные по муниципалитетам сверяются, уточняются, где потребны какие детали для ремонта, а где автобус пора менять. Параллельно, как и в случае с Собакаева, общая региональная группировка школьных автобусов усиливается. Постепенно открываются новые школьные маршруты. Потребность у нас постоянно мы ее анализируем вместе с главной администрацией, с начальником управления образования. И по мере необходимости мы включаем эту потребность в план. В будущем году примерно количество порядка 25 еще автобусов нужно будет. Евгений Луковкин, Константин Никитин, репортер 73.